всем привет сегодня я решила записать небольшое видео процессов наверное я их ускорю чтобы это было более осмотребельно но кто хочет просто вдохновиться поучаствовать морально в процессе милости прошу посмотреть это видео сейчас я заканчиваю одну из мухоморочек создала и вот такой букетик вчера я купила чудесные такие вот тычинки для цветов давно их искала как-то не могла найти золото но вот нашла и букетик елочный я их поместила у самой мухоморки мне в принципе все нравится кроме цвета пояска то здесь он такой но достаточно алой с прожилками я хочу вы немножко подтемнить вот под саму шляпку и вот чем я сейчас и буду заниматься надеюсь там все будет видно но я сделаю это совсем чуть-чуть у меня два оттенка красного делая это очень аккуратно чтобы бумагу вода не пропитала если она пропитает о платье станцию очень некрасивые пятна ну и в принципе краска может потечь поэтому очень аккуратными движениями по поверхности пояска просто подкрашиваю опять же стараюсь не заходить под рукава более насыщенный и хочется сделать его не очень таким однородным поэтому где-то это красный где-то чуть потемнее сразу скажу что в этом поиске тоже есть небольшая хитрость которую я сейчас раскрывать не буду я все таки вот сейчас дозрела и собираюсь на следующей неделе ну скорее всего то есть я морально и физически готова сделать мастер-класс по девочкам в белом и там я расскажу нюансик который не позволяет краски проникать через бумажный пояс туда дальше до платья вот я делаю более такой однородный все это более однородно и очень аккуратно потому что бумага местами идет волнами это можно тоже потом чуть-чуть подретушировать этот момент тоже есть небольшие нюансики в целом вот так вот мне уже больше нравится однородность цвета да сразу скажу что бумажка была окрашена но как-то вот я не слишком плотно при ее окраске клал окраску поэтому она получилась такая вот неоднородная вот и сейчас я вот так аккуратненько дорабатываю работа с бумагой очень кропотливый труд поэтому вот так вот что еще можно сделать сейчас сейчас наверное уже пока ничего не буду потому что я буду делать ей воротничок к платью и пока я ее откладываю пояс немножко просохнет чтобы не схватиться за него руками то что если вы схватитесь за него руками той платье можно случайно повредить то есть мы ее откладываем вот следующая куколка которые я у меня сейчас в работе красная шапочка я делала для нее такой вот маленький цветочек вот такой и я сделал для нее накидку то есть я заранее подготовила эту накидку сформировала ее клейстером и чуть-чуть подкрасила зачем я это сделала когда она будет вот так накинута она уйдет под рукавчики и потом уже я подкрашу сверху еще цветом то есть она будет не такая бледная будет более насыщена соответственно то что будет под рукавчиками я уже подкрасить не смогу иначе мы повредим рукава то есть там такая будет бледненько но я будет просто не видно аккуратненько подкрашу и все почему я не крашу сразу потому что я смотрю насыщенность цвета по отношению допустим к юбке и к шапочке во первых чтобы он не получился каким-то другим оттенком да то есть можно накрасить оттенок например не очень подойдет то есть я уже смотрю на игрушки вот да ну наверное до того как я буду это делать я еще с ней немножко поработаю обычно я тонирую игрушка вот здесь головку сзади я тонирую кофе ну как правило кофе до разведенный вот такая у меня она есть и вот сейчас я его что-то тонирую и немножко головку с обратной стороны так вот все это очень старая делать аккуратно чтобы не выглядело слишком таким ну вот бывает кофе капнет какие-то пятна совсем пережженным то есть можно такой эффект тоже сделать но у меня нет такой задачи то есть у меня просто задача немножко тонировать вот игрушку так вот сзади вот можно чуть-чуть потом каким-то красным вот где шапочку можно чуть-чуть красным добавить оборотная сторона в данном случае не очень имеет значения аккуратно тонируем я прохожу сначала вот тут тоже очень так стараюсь аккуратно вот у нас остается такие места которые прилегают к бумаге вот здесь я беру другую кисточку и еще более более тоненького еще более аккуратно стараюсь вот сюда вот здесь подтонировать наша задача чтобы это не ушло на бумагу сейчас но вот так вот аккуратненько заодно где места например мне не очень нравится как они схватился клейстер можно чуть-чуть еще добавить да с передней стороны еще аккуратнее потому что сзади будет накидка как бы если вдруг там что-то чуть-чуть где-то случилось то это можно исправить ну а лицевая сторона конечно лучше не иметь никаких таких погрешностей так вот я его подтонировала это такая первая тонировка когда это подсохнет и я посмотрю мне нравится вот как она затонировалась в принципе но игрушка делать такая немножко как бы под старину поэтому ничего такого что еще могу сделать сейчас и сразу это вот тонировать ей тоже ножки ножки я всегда тонирую либо кофе либо какими-то другими красками вот здесь вот немножко наступает бумага и я аккуратно так срезаю срезаю и оттачиваю пилочки ножки тут тоже не просто так они закреплены уже чтобы быть пожестче можно даже пилить картон очень хорошо и он не будет не махрится как бы так не слоится подпиливать его можно только после закрепления получилась куколка так сейчас мы ее немножко тоже оттонируем это такой тоже первый слой ну иногда этого хватает иногда хочется еще немножко так вот чуть-чуть что белая бумажка здесь не торчало вот так вот на осторожно чтобы не копать не накапать не на платится никуда можно еще там чуть подставить игрушку на рукавах там еще где-то но вот сейчас мне нет такой задачи поэтому я пока просто так вот и ножки аккуратно подкрашиваю чуть-чуть кофе ну вот как то так и сейчас можно будет принципе тоже пока отправить сушиться что вот это вот все просохло вот а потом уже можно уже дальше работать то есть и накидочка следующий этап и цветочек вот принципе на зайки он уже вот здесь подтонирован вот сначала был подтонирован потом я ему сделал такой воротничок вот она лисички вот видите здесь как бы лисичка все таки рыженькая и хотелось чтобы она так и выглядела вот здесь вот рыженьки затонировано да и лапки и лисичка но поскольку ее головка тоже такая рыженькая можно чуть-чуть добавить где-то потом кофе но это может быть уже потом пока вот она такая рыженькая нарядно да вот мне тоже можно вот здесь я оранжевым чуть-чуть подтонировала вот здесь вот здесь я уже наверное буду тонировать белым потому что у нее ботиночки белые и сначала я затонирую с этой стороны белым а потом чуть-чуть тоже пройдусь кофе вот такие небольшие моменты работы достаточно все кропотливо не очень просто как многим кажется вот ну что увидимся я планирую чуть-чуть такие снимать процессики может быть немножко длинно но наверное найдутся те кому вот интересно такое именно долго чтобы наблюдать как все это в работе происходит